Молдова находится в состоянии блокады, Украина постоянно под атакой, Азербайджан сталкивается с чрезвычайным давлением, а Грузия оккупирована. Почему? Потому что империя пытается восстановиться в рамках своих былых границ. Слово границы в данном случае, конечно, является не совсем верным. Ни Российская империя, ни Советский Союз, ни Евразийский Союз никогда не имели границ. У них были только окраины. И сегодня я говорю от имени этих окраин. Как вы думаете, хочет ли Владимир Путин безоговорочного триумфа Армении над Азербайджаном, например? Нет. Это сделает Армению слишком сильной и потенциально слишком независимой. Думаете, что противоположный вариант развития событий, то есть превалирование Баку над Ереваном, удовлетворит Москву? Конечно, нет. Нынешний подъем модернизированного Азербайджана – это настоящий кошмар для российских лидеров. Нет, они не хотят, чтобы кто-то одерживал верх, потому что сам конфликт – это их цель. Потому что именно конфликт заставляет и ту, и другую сторону находиться в состоянии зависимости и блокирует их интеграцию в европейское сообщество. Как вы думаете, хочет ли Владимир Путин безоговорочного триумфа Армении над Азербайджаном, например? Нет. Это сделает Армению слишком сильной и потенциально слишком независимой. Думаете, что противоположный вариант развития событий, то есть превалирование Баку над Ереваном, удовлетворит Москву? Конечно, нет. Нынешний подъем модернизированного Азербайджана – это настоящий кошмар для российских лидеров. Нет, они не хотят, чтобы кто-то одерживал верх, потому что сам конфликт – это их цель. Потому что именно конфликт заставляет и ту, и другую сторону находиться в состоянии зависимости и блокирует их интеграцию в европейское сообщество.